Вести Карачаева, Черкесия Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов в своем официальном телеграм-канале сообщил о завершении капитального ремонта в гимназии номер один Аула Псыш. В конце зимы прошлого года, по моему поручению, школу включили в программу развития образования. Она была построена в середине прошлого века и со временем пришлось закрыть один из корпусов. Это и стало причиной того, что детям приходилось обучаться в две смены. Сейчас эта проблема решена. В здании проведены масштабные работы. Укреплен фундамент, заменены несущие стены, перекрытие, кровля, отопительная система и другие коммуникации. Сделан косметический ремонт в кабинетах. В обновленном корпусе расположилась начальная школа, где будут обучаться около 300 детей, написал глава республики Рашид Темрезов. В Черкесске появилась новая зона отдыха. Она расположена в центре города на проспекте Ленина. Решение благоустроить именно эту территорию приняли сами жители региональной столицы во время голосования в прошлом году. Ремонтные работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь уложено новое плиточное покрытие, установлены современные скамейки, освещение, малые архитектурные формы, проведены работы по озеленению, разбиты цветники. «Уверен, сквер полюбится как молодежи, так и старшему поколению. Хочется, чтобы он стал не просто местом отдыха, но и площадкой для музыкантов, художников и артистов, творческих людей, которые своим искусством будут делать еще приятнее и интереснее досуг жителей и гостей города», – написал глава республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ближайшие шесть лет Наурус Лепшоков будет руководить судебной системой республики. Ранее Наурус Абрикович возглавлял Черкесский городской суд, а Верховным судом руководил Руслан Семенов. Наурус Лепшоков пришел в судебную систему Карачаева-Черкесии секретарем в 2007 году. В 2011 году стал судью Черкесского городского суда. Последние годы работал судью в Верховном суде республики. Отметим, новых судей получили касационные суды общей юрисдикции, Верховные суды республик, краевые и областные суды, а также военные и арбитражные суды. В Общественной палате республики состоялся круглый стол, посвященный вопросам реализации национального проекта «Жилею городская среда». По программе благоустройства должно быть закончено до 1 декабря. На сегодняшний день благоустроено 15 дворовых и 5 общественных территорий. В настоящее время работы проводятся еще на 45 дворовых и 8 общественных территориях. К концу месяца планируются плановые проверки для мониторинга проведенных работ на общественных и дворовых территориях, отметил руководитель Центра ЖКХ «Контроль» Анатолий Барков. Всего в республике до конца 2024 года будут благоустроены около 500 дворов и 150 общественных территорий по проекту формирования комфортной городской среды. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Гранты Росмолодежь. Второй сезон». Победители получат до 1 млн. рублей на свой социально значимый проект. Конкурсы проходят по 15 номинациям в заочном и очном форматах на более чем 70 молодежных площадках. Конкурсы направлены на вовлечение молодежи России в возрасте от 14 до 35 лет в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны. Об этом сообщил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Здесь следует отмечить, что есть такие номинации, как «Создавай возможности». В рамках данной номинации это проекты, которые направлены на оказание содействия, занятости и успешность самореализации молодежи в профессиональной деятельности. Данное направление, данная номинация является одной из наиболее важных, одной из наиболее приоритетных и интересных, на которую я со своей стороны хотел бы обратить особое внимание молодежи Карачао-Черкесской республики. Затем, помимо этого, есть номинации, направленные на поддержку инициатив в сфере добровольчества. Это такие номинации, как «Объединяй» и «Мы вместе». Следует обратить внимание на то, что в рамках данных номинаций могут получить поддержку как добровольческие движения, в лице их лидеров, которые будут подаваться как физические лица на данный грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи, так и представители общественных объединений, не зарегистрированных как некоммерческие организации, участники которых также могут принимать участие как физические лица граждан РФ в грантовом данном конкурсе, о котором мы с вами в настоящее время говорим. В Карачаево-Черкесии в дни голосования 9, 10 и 11 сентября будут применяться средства видеонаблюдения. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. Видеорегистраторы будут установлены на 156 избирательных участках и в помещениях всех 10 территориальных комиссий, организующих выборы. Время начала и окончания работ видеорегистраторов в помещениях избирательных участков в дни голосования 9 и 10 сентября с 8 до 8 часов вечера, 11 сентября с 7.30 до проведения итогового заседания комиссии, в помещениях территориальной комиссии с 20.00.11 сентября до подписания протокола об итогах голосования. В Карачаево-Черкесии полным ходом идет подготовка к единому дню голосования. В избиркоме сообщили, что помимо стационарных в республике появятся передвижные избирательные участки. Они будут задействованы в том случае, если по каким-либо причинам избиратели не смогут попасть в помещение для голосования. На этот случай муниципалитеты, где в сентябре будет избираться депутатский корпус, предоставят необходимое количество автобусов, а избирком оснастит их всем необходимым для процедуры голосования. Информацию комментирует председатель территориальной избирательной комиссии по городу Черкесску Мария Алакаева. Одно дело подготовить мобильные избирательные участки, но также мы должны подготовить и людей нашей участковой избирательной комиссии, для того, чтобы они правильно выполнили переход голосования с стационарного избирательного участка в мобильный избирательный участок. Для этого в рамках обучения наших участковых комиссий мы обучать будем и данному механизму. Данный порядок использования мобильных резервных избирательных участков утвержден постановлением нашей избирательной комиссии Карачаева Черкесской Республики, и в обучении мы будем использовать именно этот порядок. Естественно, в приоритете здоровья и жизни избирателей, затем очень важно избирательным комиссиям сохранить документацию, и затем, насколько это возможно оперативно, продолжим голосование уже на резервных мобильных избирательных участках. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям региона. Это будет своего рода компенсация на оплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля, на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топливо, незавершенное строительство, готовую, но нереализованную продукцию. Об этом расскажет заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий, и, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборотные средства на закупку сырья, возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятие. В рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее трех лет. Подробности сообщила министр образования и науки региона Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет четыре победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия. И после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. В Карачаево-Черкесии годовая инфляция снова снизилась. В июне она составила 16,8%, в июле уже 15,5%. Это меньше, чем в целом по Северокавказскому федеральному округу. Заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов рассказала факторов, повлиявших на уровень инфляции в нашей республике. В июле в Карачаево-Черкесии продолжили замедляться темпы прироста цен на продовольствие. Подешевела капуста, медленнее стали расти цены на яблоки. Это произошло из-за расширения предложения со стороны местных производителей и увеличения поставок фруктов и овощей из соседних регионов. Кроме того, благодаря увеличению производства молока в хозяйствах региона снизились темпы прироста цен на молочную продукцию. Замедлился рост цен на одежду и обувь. Это произошло благодаря проведению в республике распродаж. Также сказалось укрепление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы. Уменьшились годовые темпы прироста цен на моторное топливо. Сказался рост предложений на внутреннем рынке на фоне ограничения экспортных поставок. Из-за того, что повышение тарифов на газ в этом году перенесено на более поздний срок, замедлился рост цен на жилищно-коммунальные услуги. В прошлом году индексация прошла в июле, как и было запланировано. Кроме того, тарифы на водоснабжение в июле увеличились в меньшем размере, чем год назад. В целом, темп прироста цен в годовом выражении на услуги в июле составил 5,2%. Представители негосударственных организаций в сфере культуры Карачаева-Черкесии смогут пройти обучение основам социокультурного проектирования и основам управления в некоммерческом секторе в культуре в рамках творческой лаборатории Школы культурного форума регионов России. Она проходит в эти дни на базе Национальной государственной библиотеки имени Халима Дайрамуковой. Министр культуры Карачаева-Черкесии Зурапа Гербов рассказал, что мероприятие поможет деятелям культуры из смежных областей создавать проекты, подавать заявки на гранты и получать финансовую поддержку. По результатам работы в Карачаево-Черкесии планируют создать площадку для комплексного развития потенциала негосударственных организаций. В Казани состоялась обучающая стажировка по развитию серебряного добровольчества, в которой приняли участие 20 человек, занимающихся этой деятельностью в своих регионах. Карачаево-Черкесию представила руководитель регионального центра серебряного волонтерства Екатерина Борисова. Результатами стажировки станут волонтерские инициативы, которые планируется внедрить в регионах участников в течение полугода. Екатерина Борисова для реализации в рамках деятельности центра серебряного волонтерства в Карачаево-Черкесии выбрала две практики. Проект «Игры Латуа России» и проект «Сказки для и про особенных детей». Ученик клуба «Будущее Кавказа» Ахмад Хасанов выиграл грант в 1 миллион рублей по итогам форума молодых политологов России Дегория на реализацию проекта «Караван Дружбы Кавказ». Результатом реализации проекта станет создание интернационального движения «Российская дружба». Его деятельность будет направлена на адаптацию иностранных студентов в университетах и продвижение российских ценностей среди молодежи. Об этом рассказал Ахмад Хасанов. Являюсь победителем грантового конкурса, который проводился в рамках 4-го форума молодых политологов России Дегория. Мой проект называется «Караван Дружбы Кавказ». Он направлен на взаимодействие с иностранными студентами. Целевая аудитория нашего проекта – это в основном иностранные студенты. Фестиваль воздушных шаров, который посетят более 100 тысяч зрителей, планируется провести в Карачаево-Черкесии в рамках празднования столетия региона. Об этом сообщил министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Мы основной упор делаем на событийный туризм, проведение мероприятий, посвященных столетию. Мы планируем проведение таких мероприятий, как фестиваль воздушных шаров на территории региона, место, время на сегодняшний день в проработке. В Черкесске активно применяется система «Безопасный город», которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок на улицах и во всех дворах региональной столицы, позволяя сотрудникам полиции оперативно реагировать на происшествия. Комментирует информацию заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Черкесску Мурат Муков. В настоящее время на территории города Черкесск установлено 220 камер, выведенных в единую систему «Безопасный город». При установке камер основной акцент сделан на местах массового скопления граждан. При совершении каких-либо преступлений, либо правонарушений, сотрудники полиции просматривают камеры системы «Безопасный город» с целью установления обстоятельств, произошедшего в установлении лиц, причастных к совершению правонарушений, либо преступлений. Камеры системы «Безопасный город» выведены в дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску. Из 220 камер большая часть проводит съемку стационарно, остальные камеры – поворотные. Благодаря тому, что данная система «Безопасный город» сохраняет запись длительное время, то это позволяет выявлять и раскрывать преступления и правонарушения, совершенные ранее. В столице Карачаева Черкесии в целях обеспечения безопасности на дорогах к осени будет заменено порядка 250 дорожных знаков. До 1 сентября в городе поменяем и установим дорожные знаки. Это сделает более безопасным и удобным движение по улицам Черкеска. Кроме того, по традиции мы освежим существующую дорожную разметку. Ранее в Черкесске были заменены 4 последних ламповых светофора. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Черкеска Алексей Баскаев. Он акцентировал внимание на том, что дорожные знаки около школ и детских садов соответствуют всем требованиям. Сотрудники отдела уголовного розыска МВД России по городу Черкеску разыскивают Мамаеву Зарему Магомедовну 1989 года рождения и Зверева Константина Александровича 1985 года рождения жителей республиканской столицы. Данные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефону 8-988-612-9590 или в любое подразделение полиции 02-100-102. С 25 по 27 августа в столице Кабардино-Балкарии впервые пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Кавказ Мьюзик Фест», в котором примут участие популярные артисты российской эстрады и регионов Северного Кавказа. Карачаево-Черкесию представят государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус» и заслуженный артист Карачаевой-Черкесии Ренат Джанибеков. Предполагается, что фестиваль посетят тысячи жителей и гостей Кабардино-Балкарии из разных уголков страны. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь и гроза. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30-35, в горах местами до плюс 27. В Черкесии без существенных осадков ветер в северной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 33 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!